Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мне кажется, все уже давно поняли, что Лайка Ваймуля немножко не в себе, потому что то, какие заявления она делает, это за гранью, просто за гранью какого-либо здравого рассудка. Вот что пишут. Раймонд Паулс нашел возмутительным заявлением Вайкуля о том, что она была его любовницей. Латышская певица Лайма Вайкуля, пишет в СМИ, в последнее время постоянно делает скандальные политические и исторические заявления, в кавычках, часто не в попад. Какие там заявления? Боже ты мой! Там коридоры мышления, они настолько захламлены, я уже говорил, что света все меньше и меньше. Также она почему-то ополчилась на знаменитого композитора Раймонда Паулса. А почему? Потому что она России, ничего не говорит плохого. А Вайкуля отрабатывает дважды в неделю. Который написал для нее немало хитов, включая еще не вечер, вернисаж и другие. В этот раз она заявила, что была любовницей музыканта. Вот что пишут СМИ. Вот что она говорит. Там серьезно было. Вот этот развал Советского Союза, ОМОН. Там не знаю сколько их было, сто что ли, и они брали МВД. И в это время мы были с Раймондом Паулсом в бане, как раз напротив этого МВД. А это расстояние примерно 10 метров. Сам 87-летний советский латвийский композитор признался, что возмущен постоянным бредом Вайкуля. Вот что он говорит. Она все время что-то болтает. Вы знаете, сейчас вообще странное время. Все что-то болтают направо и налево. И она не несет никакой ответственности за свои слова. Ну и люди, соответственно, возмутились, считают, что певица уже переходит все рамки. Она давно уже все перешла. Друзья, это кабацкое прошлое. Понимаете, это мы так и относимся. Она говорит, я с Раймоном была в бане в то время. А для нее, господи, она уже и не помнит там всех, с кем она была в бане. Я не намекаю ни на что никакой интиме. Я имею в виду, что, естественно, она там просто венечек запарила, да попарили спинку. Но это кабацкое прошлое, да это себе знать. Вообще, вы знаете, то, что она делает, это отрабатывать печеньки перед заокеанскими хозяевами. В принципе, очерняет даже тех, кто дал ей дорогу в жизнь. Это самое страшное. Это самое страшное. Это, по сути, есть тоже предательство. Родины и всего. То есть, это люди, они беспринципны в принципе. Ну, она была там в кабаке где-то. Ну, какие принципы там могут быть? Паул сдал ей дорогу в жизнь, она теперь заявляет вот такие вещи. Ну, это абсолютно же. До этого она сказала, что он там слизывал песни, слямзил песни у западников. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Друзья, если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Руки Будда Гришна. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.